Франшиза Пиратов Карибского моря, наверное, стала уже самой неопределенной и запутанной киносагой современности. В том смысле, что с 2018 года, когда представители Диснея заявили, мол, они завязывают с Джонни Деппом и хотят вдохнуть в свою сагу новую жизнь, так вот, с этого времени там творится новая неразбериха. Уже с десяток раз нам сообщали, что Капитан Воробей уже точно не вернется и примерно столько же раз говорили, что точно вернется. Потом вся эта кутерьма со спин-оффом Марго Робби, который то стартовал, то вдруг был снят. И вот сейчас очередной виток информационной суматохи, когда издание Sun, да-да, то самое, с которым судился Депп, вдруг кинулась разгонять новость, мол, сейчас уже 100% Джонни возвращается. Говорят ли правду давнешние враги да, по чего они добиваются и пытаются ли отомстить поклонникам актера? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, что же произошло? Дело в том, что после отмены спин-оффа Робби, британский таблоид Sun на прошлой неделе раструбил на весь мир. Мол, эксклюзивно, срочно и только у нас Депп уже точно вернется в пиратскую сагу, причем начало съемок уже даже определено. Напомню, что пару недель назад Марго Робби призналась, что ее сольный пиратский спин-офф потерпел крах, даже не начавшись. И вот что какое-то время спустя написали в Sun. Слушаем. Инсайдер сообщил изданию Sun, что в разработке находится шестой фильм франшизы с рабочим названием День на море, добавив, Джонни собирается вернуться в роли капитана Джека Воробья, и его съемки запланированы на начало февраля в сверхсекретном месте в Великобритании. Все находятся в начальной стадии, и у проекта, который называется День на море, пока нет режиссера. Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено. Брюс Хендрикс, работавший над первыми тремя фильмами, назначен исполнительным продюсером нового проекта. Все остальные детали держатся под грифом секретный. Весь проект окутан тайной, и Дисней хочет держать все в секрете, насколько это возможно. Конец цитаты. Ну вот как-то так, то есть очередная сенсация, все супертайно, и при этом изданию Сан, или скорее желтому таблоиду Сан, уже доподлинно все известно. Хотя, конечно, черт бы с ним, если бы в самом деле оказалось, что британцы написали правду, и после многих лет терзаний публики Дисней таки сумел договориться с Деппом о возвращении капитана Воробья, согласитесь, прекрасная была бы новость, но... Тут, как всегда, начинается но. Ведь дело в том, что после сенсационных сообщений Сан, которые подхватили чуть ли не все мировые издания, два весьма крупных портала, и уж точно поболее уважаемые, чем Сан, а именно Daily Mail и New York Post, выпустили свои статьи, в которых, ссылаясь на окружение Джонни, заявили, что новости о комбайке актера – тотальный фейк, и что ни в какие пираты Депп возвращаться не намерен. Ну то есть, по сути, Mail и Post опубликовали не что иное, как опровержение к статье Сан. И вот теперь, внимание, вопрос, а кому из них стоит верить? Конечно, чисто эмоционально хочется верить Сан, ведь их новость самая приятная и желанная для нас, как для зрителей. При этом голос разума говорит, что, скорее всего, правду написали те другие, которые еще раз подчеркнули, что никакого триумфального камбэка Воробья не планируется. Тогда у нас появляется еще один вопрос, а какого черта творит Сан? Зачем они пишут заведомые фейка Джонни Деппи, уже как-то судившись с актером, как раз-таки за свои фейки, правда, увы, тогда выиграв суд в Лондоне? И знаете, мне лично кажется, что помимо стремления срочно выдать читателям очередную дешевую сенсацию, Сан просто мстит Джонни и всем нам, кто ждет возвращения актера и поддерживает его все эти годы. Все-таки отношения у Джей Ди и данной газеты испорчены навсегда, а тут можно, пользуясь случаем, поиздеваться над миллионами поклонников актера и пиратской саги, в очередной раз внушив всем им ложную надежду. Тем более, что уже раз, гораздо более грубая ложь сошла с руки с Данью Сан, и теперь оно чувствует себя вполне уверенно. Хотелось бы мне ошибаться, но кажется, именно такого рода месть, ну и, конечно, жажда дешевых сенсаций, вот что сподвигло Сан на их новый фейк от Джей Ди. Не радостно, конечно, впрочем, если вдруг окажется, что Деб действительно возвращается в Пираты 6, я специально выпущу отдельное видео, где извинюсь перед Сан первым изданием, рассказавшим нам ту радостную весть. Но, увы, думаю, это никогда не произойдет. Давайте на сегодня закончим, вы пишите, что думаете обо всех этих возвращениях. В комментариях обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего интересного не пропустить, и делитесь этим видосом. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.